Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный, невероятно ароматный и главное полезный хлеб. Это хлеб на бездрожжевой закваске. Будем готовить его мы со шпинатом и с луком. Этот луковый хлеб просто невероятно ароматный, по всему дому просто сумасшедший запах стоит. В общем хочется кушать его прям сразу. Я не дождавшись того, что он остынет, пытаюсь вот разрезать. Очень большие красивые поры. Получается хлеб очень воздушный и очень-очень вкусный. Для начала нам понадобится здесь 180 грамм уже готовой закваски, либо восстановленной на ночь. О том, как восстанавливать закваску, я уже рассказывал в своем предыдущем видео. Также буду я сюда использовать сыворотку. Можно сделать на молоке, либо просто на воде. Добавляю сюда также немножечко меда. Буквально добавила чайную ложку меда. Это нужно, чтобы еще дополнительный такой интересный запах дать нашему хлебу. Выкладываю сюда всю закваску. Посмотрите, закваска плавает поверх сыворотки. Сыворотка, кстати, либо комнатной температуры, либо чуть-чуть теплее, не холодная. Если закваска плавает, это означает о том, что в ней уже очень много углекислого газа, и она совершенно спокойно поднимается наверх и держится вверху. Добавляю сразу сюда соль и всю муку. Точнее, не совсем всю, а ставлю грамм 30 на подпыл на потом. Мне повезло, я буду вымешивать в хлебопечке. Так намного проще. Ставлю на режим готовое тесто, у кого есть, либо на любой режим, там где предусматривается замес теста. И замешиваю. Замешиваю вначале где-то первые минут 5, чтобы тесто просто промокло немного. И оставляю его минут на 20, для того, чтобы оно начало развиваться в нем клейковина. И затем продолжаю замес теста по-новому. Тесто должно собраться в комок и стать практически гладким. Если вы вымешиваете руками, на это уйдет где-то минут 10. И учтите, что тесто довольно мягкое, хлебное, поэтому с ним нужно работать либо со шкребком, либо просто ножиком снизу поддевать, чтобы у вас не приставало к столу. Много муки просто не нужно класть, не забивайте тесто. Тем временем, пока вымешивалось наше тесто, оно вымесилось, я его оставила в покое на ростой на 2 часа. И поджарила лук. Лук немножечко дала ему золотистую корочку, для того, чтобы он больше запаха дал. И также нарезаю мелко шпинат. Тем временем, пока у нас подходило тесто, за эти 2 часа его желательно, конечно, 2, но можно хотя бы 1 раз, нужно его сложить. До расстойки именно в буханочках. Выкладываю тесто, заметьте, на мокрую поверхность. Смачиваю просто и стол, и руки водой. И нужно будет растянуть наше тесто. Мы его не тревожим, не мучаем. В нем пузырики воздуха нужно максимально сохранить, которые уже образовались. И как бы их подвинуть, чтобы образовывались новые. Я растягивала тесто всего лишь 1 раз. Мне как раз удобно. И сюда раскладываю лук. Лук можно перебить в блендере, кто не хочет именно получить кусочки лука. Но мне, если честно, так нравится больше. Я раз попробовала в блендере, то не совсем понятно. Луковый, хлеб не луковый. А так видно в прослоечках, очень красиво. Пробовала делать я луковый и с укропом. Но укроп теряет цвет, как бы при выпечке. Поэтому мне не очень понравилось. И решила делать со шпинатом. И смотрите, и я складываю тесто. Складываю и теперь отправляю его на расстойку еще на час. То есть оно у меня где-то час постояло. И отправляю его еще на час, накрыв влажным полотенцем. Тесто, так как мы его разделывали на воде, немножечко сверху липкое. Поэтому последний раз, когда мы будем разделывать его перед тем, как уже именно печь, мы будем растягивать его на муке уже. Я смазала вот такие вот формочки. И одну буду растаивать как бы не формовой хлеб, а обычным способом. У меня нет специальных. Я никогда особо не занималась выпечкой хлеба. Но сейчас как-то затянула. После именно приготовления закваски очень затянула. Смотрите, обратно я складываю наше тесто, сворачиваю его. И теперь буду делить на две буханочки. Одну чуть поменьше. Посмотрите, какой разрезик сумасшедший получается. Оно там слоями вообще прям замечательно. Конечно, когда тесто подойдет, таких слоев уже видно прям не будет. Но в этих местах оно красиво будет расслаиваться, потому что там масло в луке. Когда мы поджаривали лук, немножечко масла добавляли. И поэтому очень там расслаивается красиво. Смотрите, следующую я буду делать не формовую буханочку такую. И поэтому буду растаивать его на полотенце. Вот я сформировала вот такой вот небольшой батончик. Беру любое льняное полотенечко, присыпаю его хорошенечко мукой. И кладу вверх ногами наш хлеб. И отправляю его уже непосредственно в форму, в которой он будет принимать свою форму. Это может быть любая и пластиковая корзинка, не важно. Нам нужно просто, чтобы тесто здесь приняло форму. И оставляем так на 2,5 часа подходить. Я обычно ставлю в холодную духовку, но не разогретую. И там оно у меня себе спокойненько стоит и ждет своего часа. Подошло тесто у меня раза в 3. Теперь его нужно организовать обратно на коврик для выпечки. Аккуратненько переворачиваю это все добро. Поднимаю нашу форму. И поднимаю полотенечко. К любым другим поверхностям тесто может пристать. Не знаю почему, именно от полотенечка прекрасно отстает. Лишнюю муку можно смести кисточкой. Либо оставить, если она вам не мешает. Можно сделать также разные надрезы. Но красивейный надрез получается только если у вас хорошо. Там можно с паром печь. Либо у вас есть колпак для выпечки. У меня таких специальных приспособлений для выпечки нет. Поэтому я отправляю тесто свое в духовку. Разогретую до 200 градусов. И под низом у меня стоит противень. В котором еще есть вода. Где-то стакан воды. Через 20 минут понижаю температуру до 180 градусов. Убираю воду. И допекаю свое тесто до румяной корочки. Это еще где-то минут 20-30. Достаю, когда у теста уже такая красивая золотистая корочка, которая меня устраивает. Вынимаю их сразу из форм и накрываю полотенечком. Они должны отойти немножечко. Мне не терпится сразу его разрезать. Прошло буквально минут 10-15 после выпечки. Тесто еще очень горячее. И плохо режется. Очень нежный и воздушный хлеб получается. Аромат стоит просто сумасшедший посреди квартиры. Пахнет безумно вкусно и очень интересно. Я думаю, вы должны попробовать такой здоровый хлеб. Делается очень-очень просто. А главное, как вкусно. Не пожалейте времени. Тесто кушать не просит. Стоит себе, расстаивается. Обязательно попробуйте и поставьте палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.